Всем здарова народ, с вами Сноя Матрик и мы продолжаем карьеру за Манчестер Сити. Хочешь узнать побольше о криптовалюте? Советую перейти на сайт CoinSider. Здесь ты найдешь все новости, касаемые криптовалюты, великолепные полезные статьи, также рассказывается о всяких разных событиях. Если ты хочешь хоть как-то соображать в криптовалюте, то советую перейти по ссылочке в описании на этот великолепный сайт. Я посещаю этот сайт каждый день и тебе советую. Ссылка будет в описании. Образовывайся, не все же в игры играть. Сегодня вас ждут интересные матчи. В первую очередь мы должны, конечно же, сыграть в кубке с Берли, а может быть и в чемпионате, кто знает. И, ребята, во вторую очередь сыграем с Арсеналом. Но это третий матч, я не знаю, какой проведу. Здесь, ребят, нужно думать, может быть, с ЦСКА ответ на встречу сыграю, кто знает. Клуб Берли идет на девятой строчке, обходит Арсенал на целое одно очко. Вот так вот, Арсенал идет на десятый. Если честно, ребята, очень все подозрительно. Вес Бромвич вдруг взялся покорять элиту, а Чилси взялся скатываться вместе с Тоттенхэмом. Посмотрите на результат, просто ужас. Тоттенхэм проиграл Борманту. Тут многие писали, что Дибала не получил десятый номер. Ребят, вот он. Вот он, Паул Дибала. У него десятый номер. Так что все. А то я смотрю уже каждый второй и пишет, что, типа, не было у него какого номера. Десятый он, ребят, десятый. Матч в чемпионате. Мы сыграем все-таки, ребят, в симуляции, а вот в кубке придется играть самому. В итоге побеждаем с счетом 2-1, но травмируется Алексис Санчес. Алексис Санчес получает перелом пальца ноги. И будет отсутствовать 6 недель. Да, вот и купили себе игрока 6 недель. Ну что ж, и того уже 2 игрока травмировано. Вот так вот. Вот так вот меня прям ребята бьют. Бьют травму прям по голове. Многие просили вернуть схему с САПом. Я, наверное, ребят, верну ее, да. И, пожалуйста, не надо писать в комментариях того, например, чего не было в серии. Потому что многие пишут, что якобы Зенченко не выпускает. А Зенченко выходит даже чаще, чем остальные молодые игроки. Ну и пора играть в следующий матч в кубке. В принципе, кубок не такой уж значимый. Давайте выйдем вторым составом. Я надеюсь, что все получится лучше, чем я думаю. На. Играть будет у нас в воротах. Браво. Но тут нужно, конечно же, исправить небольшой косяк. На. Травмированный игрока убрать. Играть мы будем в дополнительной форме. Хозяева будут играть в своей домашней. И погнали играть. Надеюсь, все получится очень даже хорошо. И мы сможем победить. Кубок. Карабио. Берли. Челси. И вот это в Берли на ваших экранах. В воротах у них Хилан. Один из самых таких вот интересных голкиперов. И, наверное, ребят, больше я никого и не отмечу. Погнали играть. Второй состав должен показать себя с хорошей стороны. Ну, по крайней мере, я на это рассчитываю. О, ребят, ну как это вышло-то? На первых уже минутах пропускаем. Блин, магия Берли. Магия Берли. Да. Распали. Распали момент. Габриэля Джезус. Удар. Ух ты. Какой гол Габриэля Джезуса. Ну и какой красивый удар получился у Габриэля Джезуса. И тем самым он делает счет 1-1. Габриэль Джезус. Хотел еще раз повторить такой же шедевр. Так, Джезус пасует на Стерлинга. Стерлинг сам. Стерлинг, можно замах. И можно пас отдать в центр. И куда она пошла? Нифига себе. Вот это пошла передача прямо на Сильву. Офигеть. Давид Сильва делает счет 2-1. Ну, было все классно разыграно. Ну, там не без доли везения, на самом деле. Ну, просто классно. Посмотрите на этот момент. Стерлинг тут раз сделал ложный замах и отдал передачу. Причем Габриэль Джезус даже подпрыгнул. Не стал ее принимать. Как будто знал, что придет прямо на Давида Сильва. Ой-ой-ой. Минди, ну что ты делаешь? Посмотрите на этот момент. Да. Все-таки, наверное, было. Было пенальти. Ну что ж. Теперь тащить. Браво, давай. Блин. Черт. 2-2. Бернарда Сильва. Ложный замах. Удар Бернарда Сильва. И выше варар. Габриэль Джезус. Ложный замах. Молодец, Габриэль Джезус. Удар. И просто попал в лонга. Стерлинг. Ой, Стерлинг как сыграл. Столько народу обвел. Посмотрите, что творит Стерлинг. Стерлинг. Ложный замах. Стерлинг бьет. И какой гол. Какой проход. Какой проход Стерлинга. И это, ребята, счет 3-2. Смотрите на этот проход. И как он долбанул в уголок. Самое главное, что точно. И ни один игрок, Берли, не смог преградить ему путь. Бернарда Сильва. По сути, центр. Ух ты, какой удар от Габриэля Джезуса. И снова Стерлинг. И какой момент. Ё-моё. Если бы сейчас забил бы Джезус. Я ведь все вовремя успел нажать. Немного не хватило. Ой-ой-ой, ребята. Как это пропустили опять. Чего с центром защиты-то? Ложный замах. И давай, Стерлинг. Повтори то, что ты сделал уже. Ну нет, мы сделаем просто передачу его так вот. Да, 83-я минута. Счет 4-3. Блин, вот это матч. Вот это матч в кубке получился. А всего лишь банальный Берли. Посмотрите, ребята, на этот момент. Как все было сыграно хорошо. Как все было сыграно хорошо. И там кто-то даже по ногам успел получить. Так, Сильва. Бернарда Сильва с мячом. Бернарда Сильва бьет. И хит он. В этот раз спасает Берли от уже неминуемого поражения. Так, Габриэля Джезус. Отыграет назад. Стерлинг. Удар и высший ворот. Ну вот сейчас есть момент. Фа упала на Джезуса. И почему судья свистит, когда там реально ничего не было. И никого не было. Дал бы возможность уже выйти один на один и все. Ладно, в любом случае мы проходим вперед. Ну как вперед. Просто вперед по турнирной сетке. И лучшим игроком признан... Давид Сильва. Хотя сразу у трех игроков одинаковая оценка. А Зинченко получил оценку 8-7. У Зинченко есть голевая передача даже. Следующий матч у нас с Весбромвичем. Я, ребят, думаю сыграть его первым в состав. Потому что тут все-таки Весбромвич как бы борется даже за лидерство. И я удивлен. Зинченко в итоге получил вывих лодыжки. Теперь будет отсутствовать три недели. Ну и давайте приступим к матчу. Для начала мы просто уберем Зинченко пока из запаса. Поставим сюда Диаса. Хотя я хотел бы, наверное, не Диаса испытать даже. Вот этого парнишка из Косово. В случае чего. Ну и вперед. Приступаем к матчу с Весбромвичем. Зинченко, увы, травмировался. Будем играть мы, наверное, в гостевой форме. Хозяева будут играть в домашний. Да. Очень интересный у них, конечно же, спонсор. Но у нас, ребята, интересный состав. Увы, два, даже три уже человека травмировано. И я не знаю, как долго будут продолжаться эти травмы. Пример лига. Весбромвич Манчестер Сити. И вот так вот выглядит таблица. Удивительно, но Весбромвич с Бормутом просто находится в четверке лидеров. Состав Весбромвича на ваших экранах. В воротах у них Фостер. В защите можно отметить Гипса и Эвенс. В полузащите это, ребят, только, наверное, Чидли. Хотя, подождите. Да, Чидли в атаке Рандона. Ну и Калу тут на фланге тоже очень даже неплохо. Вообще состав так-то простенький вроде бы. За счет чего они выигрывают? Непонятно. Но узнаем в будущем. Надеюсь, ребята, что мы сможем удалять Весбромвич. Не подадимся магии этого клуба. Дебрине. Хорошая передача на Джезус. И Джезус бьет сразу сходу. Но там кто-то ногу подставляет. Тут Стерник получил травму. Ребят, ну что такое? Что за хреновая череда травм? Просто не представляю, как можно дальше вообще вести эту карьеру, когда в составе остается всего ничего человек. Габриэль Джезус дальше на Дебалу. Дебалу с левой ноги. Добивания будет, не будет добивания. И вот Дебрюйна бьет, но бесполезно. Дебала. Хорошая передача может получиться. И Джезус просто на непревзойденной скорости может вперед идти. И, конечно же, забивает. 1-0. Габриэль Джезус выводит нас вперед. Ну и хороший, конечно же, удар тут Габриэля Джезуса. Ну и отличная передача Дебалы. Нельзя это не отметить. Хорошая игра Стерлинг. Стерлинг тут сам. Ну, скорости не хватит. Потому что травма. Что ж, нам тут предлагают замену сделать. Ну, пока повременим с заменой. Да, во второй половине. Подождем. Какой момент? Что? Да ну нафиг, Паула Дебала. Ну, красавец. Просто красавец, ребят. Ну, что происходит? Посмотрите на этот момент. Хорошая передача такая. И как Паула Дебала под эту передачу подстроился. Да и забил какой их замечательный гол. Да даже отсклока не было. Я удивлен. Это Дебала. И это, кстати, его пятый мяч. В премьер-лиге. Якоб с мячом. Алло. Ой-ой-ой, офсайд же. Нет? Не было офсайда? Серьезно? Что, блин? Ну, что ж, ребят, давайте сменим Стерлинга. Он уже все выдохся по полной программе. Выпустим Бернарода Сильва. И пусть что будет, то будет. Ну, и все, ребят. Матч закончен. Счет на табло. 2-0. Ну, и лучшим игроком встречи признан Паул Дебала. И очередной игрок травмируется. Это Рахим. Стерлинг. Я уже не знаю, ребят, что делать. Я уже не знаю. Просто дофигища травмированных игроков. Вы только посмотрите на этот ряд. Агуэра. Зинченко. Стерлинг. Санчес. У меня и нормальных игроков-то не осталось. Ну, и следующий матч мы симулируем. Я все-таки решил, ребята, не играть сам. Сыграть матч, наверное, все-таки с Арсеналом. Да. Последний заключительный матч. А вот что касается ЦСКА, то с ним играть не буду. Вы, наверное, все видели. Там был нарисован Хамис Родригес. Я вообще хз, как он появился. Да. Ну, и симуляция с ЦСКА. Надеюсь, мы сможем победить ЦСКА и не опозориться. Да, 4-1. Отлично. Ну, и следующий матч у нас с Арсеналом. Который находится на пятой строчке. Мы должны укреплять первую позицию. И я буду, ребята, стараться сегодня победить. Будем играть вот этим составом. Конечно же, он не основной. Хотя... Нет, пойдет. Пойдет, ребят. Я думаю, что мы сможем все равно победить. И одержать вот эту значительную победу. Премьер Лига Манчестер Сити Арсенал. Арсенвингер волнуется. Ведь для него это очень важный матч. И тем временем состав Арсенала на ваших экранах. Воротов у них Чех. В защите Белерин, Мустафи, Монреалька сильнее. И новичок какой-то. Только кто это? Непонятно. Может быть, из молодежки. Ну, и полузащиты у меня тоже у них настораживают. Коклен, Ильныни. Ну, а в атаке Азил, Лаказет и, по-моему, слева Уолхот. Так что, ребята, будем играть. И, надеюсь, побеждать. Ой-ой-ой, ребят, Лаказет один. И нам везет. Коклен с мечом. Подача. Повезло опять. Да, господи. Лаказет, конечно, такой момент запорол. Нужно искать возможности для передачи. Красивые. Вот Лерой Сану тут один удар. И чех. Маказет. Тонкая передача. Алла, молодец. Дебала. Отпасывает на Габрилия Джезуса. Габрилия Джезус сам бьет. И штанга спасает Арсенал. Белерин. Чего? Какого черта? Господи, пенальти, что ли? Я вообще не понимаю, за что. А там Менди накосечил, наверное. Ё-моё, чего вы все в один угол-то бьете? Капец. Просто капец. Левый пенальти, на мой взгляд. Хотя нет, наверное, не левый. Скорее всего, просто я не заметил в тот момент. И все. Так. Неплохо. Габрилия Джезус. Мы знаем, насколько какой у него хороший удар. А тут разве не было пенальти? Ногами просто в ноги. Ну, окей. Окей. Допустим, там не было пенальти. Дебала. Передача в центр. И какой хороший отскок, Габрилия Джезус. 1-0. 1-0. 1-1, конечно же. Габрилия Джезус сделал счет рано. Просто увидел такое на табло 1-0. Что-то это. Ребят, сбился. Блин, какой отскок был. Все прям как по нотам. Так как будто и должно было быть. Посмотрите на этот момент. Да, Дебала тут косичнуть мог. Но отскок сыграл в нашу пользу. Хасорло на фланг. И тут новичок их. Новенький парнишка, который просто, ну, замечательно играет. Где они его взяли? Где они его откопали? Я просто не понимаю. Так. Ганар Сильва. По сути, дальше на Томенди. Томенди промахивается. Давайте упустим Фодона. Окей. Может быть, что-то из этого выйдет. Габрилия Джезус пробивает. И мимо. Ну и, ребят, в итоге счет 1-1. Разошлись с миром. Хотя хотелось бы, конечно же, победить. Ладно. Ладно, ребят. В итоге лучшим игроком признан Габриэль Джезус. Жалко, что победить не смогли. Жалко. Ну и в итоге, после 11-го тура, таблица выглядит следующим образом. Мы идем на первой строчке с отрывом в 6 очков. Арсенал идет, кстати, на 4-й. Манчестер Юнайт на 2-й. Везбронич на 3-й. Ну а Челси, наконец-то, просто ушли из зоны вылета. Молодцы. Ну а я, ребята, с вами прощаюсь. Спасибо, что посмотрели эту серию. Спасибо, что поставили лайк. Оставили комментарий. И не забываем подписываться на канал. В общем, с вами был Мэдрик. Всем удачи. И пока-пока-пока. Следующая серия выйдет тогда, когда это наберет 1200 лайков. Да. Набирайте быстрее, и я быстрее выпускаю новую серию. В общем, всем пока. Увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...